Современный ассортимент семян овощных, цветочных растений значительно расширился. И сейчас у любителей садов и огородов встречаются сельскохозяйственные культуры, которые появились совсем недавно. Высокий спрос даёт возможность обогащения недобросовестных предпринимателей, например, выставляя на продажу семена, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений. За 2018 год должностными лицами управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю выявлено свыше 150 нарушений в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Основные нарушения касались отсутствия документов, подтверждающих сортовые посадочные качества, реализация семенного материала, не включенного в государственный реестр, селекционных достижений, допущенных к использованию, реализация семян с истёкшими сроками годности и с отсутствием маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Перед покупкой отечественных семян в магазине можно зайти на сайт госсорткомиссии, выбрать том 1 сорта растений, указать регион, где будет посадка, затем выбрать из списка наиболее подходящие варианты. При покупке семенного материала следует обращать внимание на внешний вид упаковки. Яркая упаковка не является гарантией качества. Зачастую отечественные семена упакованы в простые белые бумажные пакетики, но они дают хороший качественный урожай. При выборе семенного материала рекомендуем спрашивать у продавцов документы, подтверждающие сортовые посадочные качества. В случае реализации пакетированных семян в розничной торговле, это сводные свидетельства на семена. Кроме этого, необходимо обращать внимание на маркировку. На маркировке в обязательном порядке должно быть указано наименование культуры, сорта растений в соответствии с реестром селекционных достижений. Указывается стандарт или обозначение ТУ, количество семенного материала в пакетиках, то есть либо в граммах, либо в штуках, срок годности. Но на практике никто на 100% не застрахован от покупки некачественных семян. Это может случиться даже с опытными агрономами. Но не стоит во всем винить лишь производителя семян. Анна Легунова рассказала о составляющих хорошего урожая. Многое зависит от грунта. Может быть, в грунте какой-то, если червячок будет, семена, даже если по схожести будут очень хорошего качества, то есть оно еще в зародыше, там уже будет это все съедено. То есть обязательно используем марганцовку, используем горячую воду. В химии мы никакой не работаем. То есть у нас все натуральное. Если в своих домах это прожаривать на печи, то вот эта обработка очень важна, чтобы вырастить хорошую рассаду. Ну и по срокам нужно учитывать посевной календарь за Байкале. Набирает обороты покупка семян и через интернет. Выбирая продукцию компаний, у которых нет магазинов, вы рискуете приобрести некачественный товар. Убедиться в добросовестности такого продавца крайне сложно. К тому же не все фирмы работают легально. Особую опасность представляет покупка семян из других стран. Вместе с заявленным товаром иностранный предприниматель может продать и сорняки. Также не исключено попадание в грунт опасных грибов и карантинных болезней. Анна Гладышева, Сергей Миртов. Время новостей.